За плотное шоссе 4. Это адрес полигона твердых бытовых отходов. Сегодня уже пятый день, как на свалке, ликвидируют пожар. Возгорание произошло в ночь субботы на воскресенье. Рабочие сразу начали действовать, сообщили в пожарную охрану и приступили к тушению. Отметим, данный полигон находится в ведении муниципального предприятия «Ритуал». На очаг возгорания направили все необходимые силы и средства со всего города. Было задействовано пять машин третьей и пятой части пожарной охраны. Были задействованы водовозки на подвозе воды с муниципального бюджетного учреждения ДКС. Всего в первые дни возгорания принимало участие в тушении более 40 человек. Производим постепенное додавливание очага возгорания. Ситуация полностью под контролем. К сожалению, задымление, конечно же, наблюдается. Тушить пожары на полигоне очень и очень сложно. Но делаем все, что можем. Ликвидация свалки – дело всегда непростое. Здесь своя специфика тушения. Ведь на полигоне бытовых отходов возгорание находится не на поверхности, а внутри. Дело в том, что огонь уходит во внутренние пласты многослойного тела свалки. Почему так долго? Это специфика. То есть, что такое горение на свалке? Все себе представляют. То есть, этот слоеный пирог из всевозможного мусора. Как правило, возгорание возникает на некой глубине, исходя из чисто химических процессов. И, соответственно, чтобы его потушить, надо добраться до этого очага, разворошив его, и пролить то место, где возгорается. Соответственно, работает там специальная техника. Как правило, гусеничная техника, тяжелая техника. Работает как бы в режиме бульдозер-экскаватор-пожарный ствол. То есть, соответственно, работает в таком комплекте. И поскольку на сегодняшний момент это уже беда всех муниципалитетов, техники у нас не так много. Соответственно, мы работаем только той техникой, которая имеется в наличии. Соответственно, идем потихоньку и тушим, разгребаем, тушим, разгребаем, тушим. Нет, то есть это то же самое, как с торфом. Поскольку не поверхностное возгорание, которое можно потушить моментально, а внутреннее, до которого еще нужно добраться, на что требуется время. Работают там ежедневно до 20 человек и до 6 единиц, до 6, до 8 единиц техники. У нас работают не только там муниципальные силы и средства, но и привлеченные наши владельцы крупной техники. Последнее подобное возгорание на свалке было 7 лет назад. Тогда достаточно быстро удалось локализовать огонь. А вот в 2006 году ситуация была патовой. С бедой справлялись в течение месяца. Сегодня работы по ликвидации огня активно ведутся. В чем причина возгорания на этот раз, обязательно установят, но чуть позже. Уже есть предположения. Человеческий фактор мы исключаем, то есть никакого поджога там явно нет. Это чисто технологические, техногенные причины. То есть либо произошли некие там глубинные процессы химические к самовозгоранию привлекшие. То есть молнии тоже как бы не было. Ну погода вы видели какая стояла, достаточно жарко было. То есть в принципе все эти процессы могли произойти. Процесс тушения идет. Ответственные структуры принимают все необходимые меры. На сегодняшний день удалось сократить площадь пожара вдвое. Изначально она была 24 тысячи квадратных метров, а сейчас уже 11. Будем надеяться на лучшее.